Всем привет! Дятюр дает прогноз на матч 28 тура серии А Самбдория-Торина. Встречаются 11 и 17 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют, да и 6 раз на тотал больше. Торина не побеждал Самбдорию в последних 3 очных матчах. Самбдория в Генуе забивала Торина в последних 12 очных матчах. Статистика команд. Самбдория без побед в последних 5 матчах. Самбдория последние 3 матча отыграла на обе забьют, да. Торина последние 3 матча отыграла на тотал больше и обе забьют, да. Торина забивал в последних 4 выездах. В минувшем туре Самбдория проиграла Болонья 1-3. Гости не реализовали в начале матча пару убойных моментов, получили гол на ровном месте, но быстро отыгрались. Однако еще до перерыва у Болонья прошла быстрая результативная атака. В тайме втором хозяева несколько раз убегали в быстрой контратаке и одну из них реализовали. Торина на выходных проиграл Интеру 1-2, а в среду сделал камбэк против Сосола со счета 0-2. Героем матча стал Дзадзе, оформивший дубль. Победный гол был забит уже в компенсированное время и радости хозяев не было предела. Вся команда выбежала на поле, как будто была одержана победа в Лиге чемпионов. Очный матч первого круга закончился 2-2. Торина, вышедший недавно из ковида, пытается подняться из низов таблицы и волевая победа над Сосола должна придать силы и уверенность команде. Самбдория сидит в середине таблицы, пока ей ничего не угрожает. В этой паре гости выигрывают нечасто. В новейшей истории за последние 15 лет Торина выигрывал на выезде у Сампы всего два раза. В общем, соперники в очных матчах чаще играют результативно, но без длинных серий. Всего лишь один раз была серия из трех результативных матчей в 2009-2012 годах. Последние два очных матча в Турине были результативными. Обе команды имеют серии из трех матчей, но обе забьют да. Торина сейчас лучше играет выездные матчи, чем домашние. Самбдория дома играет как обычно. Примерно одинаковое количество матчей выигрывает и проигрывает. Разница мячей также нейтральная 21-21. В общем, обе команды много забивают и много пропускают. Поэтому в норме здесь снова логично ждать обе забьют да и возможно тотал больше. Но если с тотал больше есть еще вопросы и сомнения, то обе забьют да на эту игру просматриваются достаточно хорошо. Торина в этом сезоне очень любит ничьи, но в последних четырех матчах не играл в ничью. Это самая длинная безничейная серия команды в этом сезоне. Поэтому потенциальные 1-1 будут самое то на этот матч. Как альтернативу можно попробовать сыграть х2. Торина после чудесной победы над Сосоло наверняка будет играть на кураже. А на выезде в этом сезоне Торина играет лучше, чем дома. Из связки ставок тотал больше обе забьют да х2, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2-0-3. На обе забьют да 1-77, на х2 1-60. Наверное оптимальной ставкой можно признать вариант обе забьют да. Этот вариант очень любят играть обе команды. У Сампы в этом сезоне 19 матчей на обе забьют да, у Торина 20. Вариант с тотал больше имеет гораздо выше коэффициент, но тут обе команды достаточно много в последнее время на забивали уже и на пропускали. И могут не вытащить еще один матч на три гола. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Детюра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова